Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. Только что вернулась домой, отвозила дочку в школу и несмотря на то, что на улице минус 3, я вот пришла домой, не могу согреться. Как бы для многих из вас это абсолютно не критическая и не зимняя температура. Но у нас вот на юге Франции, когда минусовая температура, плюс если дует мистраль, то такое ощущение, что минус 13. Вообще у меня, девочки, сегодня утро недоброе и новости, которые я сегодня хотела бы вам рассказать, ну никак нельзя назвать хорошими. На вот этих вот выходных мы получили письмо из школы, что завтра не будет занятий. И поскольку очередная забастовка, и что пугает, и что действительно тревожно, когда французы бастуют не только по четвергам, как бы тут забастовкам по четвергам, тут многие готовы. И когда начинаются забастовки еще и по вторникам, во-первых, это говорит о том, что люди не добиваются предыдущими митингами и выступлениями то, чего они хотят получить. И возможно опять нас ожидает, я не знаю, я не знаю, не хочу делать никаких прогнозов, что-то типа вот этих вот опять желтых жилетов, что будет, я не знаю. Потому что ситуация сейчас, ну в край по многим параметрам французы недовольны и поэтому соответственно идут забастовки. Когда они бастуют, они конкретно это делают. Я однажды, мы вот в связи с этим случаем больше никогда не покупали билеты на самолет в четверг, потому что мы, у нас был куплен очень великолепный такой рейс. Марсель-Прага, Прага-Киев. И на пересадку было всего лишь 45 минут, там в дороге 5 с копейками часов, короче говоря, идеальный рейс. Но получилось так, что мы из-за забастовок, тоже они кстати были тогда связаны с пенсионной реформой, добирались из Франции в Украину 36 часов. Нас заблокировали в аэропорту Марселя и муж, те пассажиры, которые прошли контроль, мы были там, муж был с другой стороны и все провожающие. Естественно, он не мог выехать на работу и я пока не получила от него смс, что все, нас выпустили, что я добрался, все нормально, потому что они жгли шины, они жгли деревья. Ну, знаете, когда люди возмущены, то это не есть хорошо и может случиться все, что угодно. И вот из-за вот этого как бы мы больше никогда старались, если покупать билеты, то на другие дни, кроме четверга и вторника. И вот что будет сейчас, я даже не знаю, разговаривала с мамой, у нас вместе дети учатся в одном классе, и она такая, знаете, активистка, она и в школьном комитете, в родительском совете состоит, и на работе там во всех ассоциациях. Она говорит, вот я только за то, чтобы как бы отстаивать свои права, но проблема в том, что государству, конечно, это невыгодно. И вот когда нет школы, об этом государство не заботится. Но профсоюзы, которые всем вот этим вот занимаются, как бы вот здесь вот такое упущение, что нет таких вот мест, куда можно привезти ребенка. Вот у них двое детей, один в саду, другая в школе, и муж идет на забастовку, она идет на забастовке, школы нет, и что делать, как быть, неизвестно. Вот это, конечно, огромный минус. Ну и образование, ребенок должен ходить в школу, если опять у нас, у нас 4 дня дети учатся, понедельник, вторник, четверг, пятница. И если забастовка будет, это уже было такое, мы это уже проходили со старшим моим сыном, вторник, забастовка, среда не учатся, четверг, забастовка. То есть получается учебный процесс идет в понедельник и пятница, и все, что нужно пройти по школьной программе, приходилось оставаться потом после уроков, дома заниматься с детками. Ну, конечно, здесь страдают не только как бы взрослые, но и дети даже в большей мере. Следующая новость. Я буквально вот на днях получила счет за электричество. И опять обрадовалась, потому что 398 евро, ну, без 2 евро 400 за 2 месяца. И несмотря на то, что как бы были зимние праздники, новогодние, рождественские, были зимние каникулы, как бы мы все были дома, соответственно, потребление электроэнергии повышается. Плюс я очень много готовила в духовке. Плюс, когда все дома, ты чаще убираешь, потому что мусора больше. Раньше мы как-то на это даже не обращали внимания. Ну, пропылесосила два раза в неделю и пропылесосила. А сейчас вот опять же на выходных общалась я с подругой. И она говорит, знаешь, я уже или пылесос, или метло. И начинаешь задумываться, потому что с 1 февраля у нас снова будет повышение на 15% на электроэнергию. И как бы ты только выдохнул, ты только вот порадовался, что вот, ну, в принципе, 200 евро на ту отапливаемую площадь, которая у нас. Плюс, как я уже сказала, что расход был больше. Я была довольна такой суммой. Я, ну, абсолютно ожидала намного большего. И то, что опять поднимут, и к чему это приведет, опять же, французы не знают, чего ожидать. Поскольку у нас уже закрылась одна булочная и пекарня. И, опять же, многие французские пекари стали даже выставлять на своих дверях входных счет за электричество. Многие ожидают банкротства. Многие закрываются, пока они не обанкротились. И, соответственно, ну, как бы и топливо поднялось, и цены на муку поднялись, и на электроносители поднялись. И что будет, неизвестно. У нас знакомый, он буквально вот летом, да, где-то август, сентябрь месяц, он сам потесеет, кондитер. И ушел из наемных работников и стал собирать документы, чтобы оформить кредит и открыть свою кондитерскую собственную. И все это дело приостановил, поскольку, когда началось вот это вот все, что то будет подниматься, и начали бастовать пекари, начали бастовать кондитеры, что это нереально. Нет ни бенефиса, нет даже в конце месяца, ну, очень сложно, если у тебя не отложены где-то деньги, чтобы выплачивать зарплату даже своим работникам. И поэтому очередное повышение цен, опять же, сейчас французы, можно сказать, стоят на ушах из-за всего вот этого. Затем еще одна неприятность. Не знаю, конечно, возможно, я рано расстраиваюсь, но что-то у меня, знаете, такое чувство, что ничего не получится. Я уже говорила о том, что мы купили путевку Милен на зимний отдых. Она едет в Альпы, надеюсь, поедет в Альпы, потому что мы уже все-все-все, что там нужно по списку купили. И на выходных, опять же, получили письмо от организации, ну, где мы все это оплачивали, что неизвестно, поедут они или нет. Это связано с тем, что многие родители, кто как бы подавал заявки, не внесли. Там 600 евро стоит путевка, и ты вносишь 300 евро, даешь два чека. Первый чек сразу снимает деньги с твоего счета. Это как бы резервация, что ты действительно серьезное намерение. И там должна быть группа, чтобы поехать, чтобы им тоже это же окупилось все. И люди, которые должны были внести эти чеки, они их не внесли. Кто-то отказался уже перед самым, ну, как бы, да-да-да, поеду, но потом сказал, что нет. Кто-то сказал, что да, я там принесу чек, и не принес его. И, короче говоря, сейчас вот такой вот большой жирный вопрос. Поедут дети или не поедут. Но это тоже, конечно, можно понять, поскольку путевка 600 евро. И вот даже так вот навскидку посчитать то, что нужно купить. Вот у нас около 300 евро получилось. Только вот эти все лыжные костюмы, лыжные носки я показывала. Шапочки, специальные перчатки и все остальное. Вот это сулатыман, это, ну, как вот эта термоодежда, которая необходима. И, естественно, не все решили, что смогут это себе позволить, потому что не знают, опять же, что будет дальше. И мы написали письмо, что, ну, если не поедут, как это будет? Потому что уже деньги сняли, как это будет возмещение? Второй чек еще, ну, как бы, нет еще данных на... Ну, ты же в интернете, в своем кабинете по интернету в банке. Можешь посмотреть, обналичили или не обналичили. Как бы второй чек не обналичили. И муж отправил письмо, что как быть, если не едет, возвращается вот этот вот резервационный чек или не возвращается. Ну, в общем, неизвестно, чего ждать и как быть. Милен пока еще ничего не говорила. Она и так расстроена, что ее подружка не сможет поехать. Ну, и теперь еще, если и она никуда не поедет. И плюс еще из-за вот этой путевки я уже отправила данные, что на каникулы, ну, как здесь вот есть центр выходного дня, и они на зимние, на летние, ну, на все школьные каникулы принимают детей, как бы, что ты отводишь туда, у них там развлечения, дискотеки, подделки, танцы. Они там летом, весной в бассейн ходят там в театр на экскурсии. И я уже написала, что мы не будем ходить две недели каникулы. И написала, что мы не будем ходить, потому что Милен уезжает же в этот лыжный лагерь. И вот тоже не знаешь, как быть, что делать и куда. Ну, вот, как я и говорю, что только ты выдохнешь, только ты смотришь, что вроде бы как-то, ну, где-то потихоньку все состыковывается, где-то налаживается. И вот одно за другим, одно за другим. Плюс неизвестно, что будет с автомобилями. Ну, именно вот замена обычного автомобиля. У кого-то на бензине, у кого-то у меня машина гибрид бензин и на батареи. И категория вот этих критерий, она у меня второй критерий. Потому что, ну, большая, потребляет много, как бы, и не проходит она даже на первую. И во многих городах Франции с вот этого года вводится, ну, в Париже уже давно такое было, что критерия один и нулевая. То есть электромобиль, как бы, ты можешь в центре города ездить, а не только там по периферии, по окрестностям. И получается, что нужно продать машины, вот у кого дизельные. Это нереально. Или ты продашь ее, я даже не знаю, за какие копейки. Потому что, ну, если всем придется менять, кто же будет дизельную покупать, кто будет тратить. Чтобы купить электромобиль, он стоит дорого. Это нужно брать кредит. Несмотря на то, что многим категориям семей, у которых низкий доход, ну, опять же, низкий доход, ну, там возмещение идет. Но если у тебя низкий доход, то у тебя нет лишних денег, чтобы купить этот автомобиль. Даже если ты берешь его в кредит, ты должен же выплачивать этот кредит. Короче говоря, опять же, вот на вот этой теме сейчас все зациклены. И практически каждая семья обсуждает это. Это поскольку, ну, у каждого здесь, вот во Франции, два-три автомобиля. У папы, у мамы, ну, если там старшие дети, у кого-то из старших детей. И даже если купить на семью один вот этот электромобиль, чтобы мало ли куда тебе придется поехать, и ты не можешь выехать. Ну, я даже не представляю, как это будет. Вот у нас в Монпелье рядом. И, как бы, у меня и муж тоже ездит туда, там, то с клиентами общается, то там какие-то выставки идут, то там какое-то повышение квалификации. Если вот он даже на моей машине, вот, не на дизельной, а на второй категории может доехать только до города и дальше как, неизвестно. Тоже с вот этими забастовками. Пьер сегодня поехал на работу, весь на нервах. На завтра у них должна приехать огромная машина с бетоном и должны заливать, ну, фундамент, наверное. Ну, я в строительстве мало чего соображаю, но, короче говоря, должна была приехать вот эта машина, соответственно, должны были приехать вот эти рабочие, которые делают вот эту заливку и все. Но поскольку забастовка и вот эта организация тоже будет бастовать, они не будут работать. И им перенесли вот эту доставку этого бетона не на послезавтра, как бы не на среду, потому что на среду уже другие клиенты, у них все четко и заранее было прописано и заготовлено. И самый ближайший строк, это через неделю, получается, объект будет стоять неделю, потому что до заливки вот этого бетона, вот этого вот участка работ, короче говоря, ты дальше не сможешь ничего делать. И простой недели, ну, короче говоря, видите как, вроде бы с одной стороны и должно быть то, что ты не сидишь вот так вот дома и не принимаешь все, что люди возмущаются, бастуют, но с другой стороны как-то вот все вот это вот по цепочке, вот как карточный домик, знаете, так раз на одну нажал и все остальное разрушилось. Вот такие вот, девочки, новости. Что будет дальше, я даже не знаю. Но хочу закончить все-таки на положительной нотке. Вот правду говорят, что наши мысли материальны. Помните, я очень не хотела, подруга мне предложила поехать за покупками, я очень не хотела, искала, ну, какой-то претекст, чтобы не ехать за этими покупками, потом в конце концов решила, думаю, скажу, как оно есть. Не хочу и все. Человек нормальный, она поймет меня великолепно. И что вы думаете, она сама мне позвонила и говорит, слушай, у нас будет недалеко там, ну, между нашими деревнями, короче, выступления акробатов, артистов цирка. И что если мы вместе с нашими мужьями, вместе с нашими детьми поедем на вот этот вот спектакль, а покупки перенесем куда-нибудь туда подальше. Вы знаете, вот насколько вот твои желания все-таки, ну, как-то вот, наверное, вот эта вселенная или кто-то, ну, как-то это дело слышит. И видите, как все хорошо разрешилось. И мы великолепно в субботу провели вечер. Три с половиной часа было представление, плюс там было организовано, ну, какие-то закусочки можно было купить, бар там, напитки, пироженки, все такое. И само представление я сняла, я сделаю монтаж, что-то вставлю. Придется, наверное, на музыку убрать, потому что YouTube не пропускает. Ну, великолепно провели вечер. И еще что, первый раз, вот, меня поймут женщины, у которых мужья все время пыхтят, когда едут в сиденье пассажира. И вот, вы знаете, первый раз за все время, что у меня муж был на сиденье пассажира, он не пыхтел, не делал замечания. И, ну, эта поездка прошла вообще идеально. Я даже, знаете, как, ну, я всегда, ну, не то, что на нервах, но в напряге в таком. И даже когда мы пришли на стоянку, ехали на моей машине, и я же иду и не знаю, кто поведет. И Пент так знает, давай ты за руль. И Милен так на меня смотрит, мама, ты уверена, с нами же папа едет. А мы всегда, вот, как мне девчонки посоветовали тогда, когда мы, ну, конкретно поругались, что не так паркуешься, не туда едешь, и того не обогнала, и там не туда перестроилась. Ну, короче, поймет тот, у кого такой же самый муж, и такое же самое отношение. И в этот раз, я же говорю, да, ну, посмотрим. Вроде бы, как бы, я сразу стала вот действовать по вашим советам, когда еду с мужем, муж за рулем, и все довольны. И вот это был первый раз, когда мы и туда великолепно доехали, с великолепным настроением. И вместо того, что там, как он обычно делает, мы разговаривали абсолютно на другие темы, и как бы все прошло великолепно. Не знаю, с чем это, девочки, связано. Я уже, когда приехали домой, Артуру рассказываю, потому что он тоже был в таком удивлении. И он говорит, ну, или ты, мама, достигла такого мастерства, которого Пьер, ну, довольный, что все соглашается, нормально все. Или же привык к тому, что ты не так водишь, и поэтому махнул рукой, и уже ничего не говорит. Так что, девочки, позитивное тоже есть. Ну, надеюсь, что все, конечно же, будет нормально, потому что если вот так вот грузнуть в проблемах, во всем этом негативе, то хуже будет. Ну, а там посмотрим. Конечно, повышение цен на электричество абсолютно не радует. Забастовки, что нет школы, это не радует. Ну, а куда деваться? Что делать? Ничего не сделаешь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.